МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орден Матери вручили 11 жительницам Барановичей. Сегодня православные верующие отмечают покров Пресвятой Богородицы. В Беларуси регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. Как избежать неприятностей, рассказал специалист Зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Вести Барановичи». В связи с проведением интенсивных стрельб на 230-м общевойсковом полигоне в деревне Деревная Барановичского района 17 октября в дневное и ночное время будут слышны громкие звуки. Об этом сообщил начальник 230-го общевойскового полигона подполковник Алексей Лобко. Нахождение на территории полигона запрещено и увлечет административную ответственность в виде наложения штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин общественных работ или административного ареста. Проводимое мероприятие плановое. Поводов для беспокойства нет. 14 октября в Беларуси отмечают День Матери. В этот день поздравляют всех женщин, которые опознали радость материнства или готовятся стать мамами. Ежегодно в нашей стране Ордена Матери награждаются женщины, которые родили и воспитали 5 и более детей. В праздничный день Орден Матери вручили 11 жительницам Барановичей. В Горисполкоме прошел торжественный прием, во время которого женщины получили высокую награду из рук председателя Михаила Баценко. В белорусских семьях 14 октября отмечают самый душевный и трогательный праздник – День Матери. Материнский труд восхищает и вызывает чувство глубочайшего уважения. В Беларуси есть много замечательных традиций, но одна из самых важных – чествование многодетных матерей. В Барановичском горисполкоме состоялась церемония вручения государственной награды – Ордена Матери, которую глава города Михаил Баценко вручил 11-м многодетным матерям. Сегодня в этом зале перед нами сидят красивые, отважные, потому что отваживаться на пятерых детей, это, мне кажется, очень-очень сложно и более. Хотя, как говорят представители одной из конфессий, сложно играть с одним ребенком, сложно с двумя. А три и далее – это уже намного проще. Для каждой женщины, присутствующей в зале, быть мамой – большое счастье. Но в то же время это колоссальная ответственность, тяжелый труд и самоотверженная забота о своих близких. Среди награжденных – Марина Кумар. Ее старшему сыну Илье уже 20 лет, а младшему Игнату – 2 года. С самого детства женщина хотела стать воспитательницей в детском саду. И вот, можно сказать, мечта сбылась – настоящий детский сад дома. Я люблю просто детей. Мне нравится с ними возиться. Они веселые, они классные. Это всегда весело. Это шум, гамм, это позитив. Это мягкие ручки, которые трогают твои щеки. Это очень здорово. Взрослею – тоже свои плюсы есть. С нескрываемым волнением заслуженную награду получала Снежана Анцева. По ее словам, у всех разные жизненные пути. Но мечты у мам одинаковые. Дать путевку в жизнь детям. В этом плане женщине действительно есть чем гордиться. Мои дети все где-то участвуют. В чем-то мы выигрываем. Сын у меня на сегодняшний день кадет, чем я очень горжусь. Мало того, что он кадет, он еще и командир взвода. Для меня это тоже очень важно. Дочка у меня уже старшая. Учится. Причем она учится в экономическом университете. Она сама поступала. Такие детки мои все, ну как вам сказать, целеустремленные. Даже младшая моя дочь. И то она занимается спортом. Причем очень успешно. Она акробатка. Ей очень нравится. Ну а младшая просто самая любимая пока. Потому что младшему сыну еще даже четырех лет нет. Просто любимка. К слову, высокой наградой за все время были удостойны 123 барановичанки. В честь виновниц торжества был дан концерт, в котором артисты воспевали их тепло, заботу, ласку, внимание и самоотверженность. Сегодня в Беларуси стартовала неделя родительской любви, которая началась Днем матери и завершится 21 октября в День отца. В увлекательное путешествие по знаковым местам Беларуси в рамках акции «Автопоезд Беларусь. Молодежь. Традиции» отправились молодые семьи из всех регионов страны. Организаторами проекта выступили Министерство образования, Республиканский институт высшей школы и учреждения образования Республиканского центра экологии и краеведения при поддержке облсполкомов БРСМ и Федерации профсоюзов Беларуси. От каждой области отобраны по 4 семьи и 6 из столицы. Барановичские регионы и, соответственно, Брестскую область в акции представит семья Александра и Анны Запрутских. На брендированных автобусах семейные пассажиры объедут все регионы страны от Полоцка и Витебска, посетив 17 населенных пунктов, в том числе Барановичи. Завершится путешествие в Минске в городе с наибольшим числом заключаемых браков. Сегодня православные верующие отмечают покров Пресвятой Богородицы. Главная христианская традиция на покров Пресвятой Богородицы заключается в посещении храма. Церковную службу проводят уже вечером 13 октября, а утром 14 числа обычно читают литургию. В Барановичах праздничная служба прошла в Свято-Покровском соборе. Один из главных праздников Православной Церкви – покров Пресвятой Богородицы – отмечают христиане ежегодно 14 октября. В этот день верующие особенно усердно опросят милости и заступничества у Царицы Небесной. Покров не входит в число двенадесятых праздников, так как посвящен событиям, которые произошли не в годы жизни Божьей Матери. Главная христианская традиция на покров Пресвятой Богородицы заключается в посещении храма. Церковную службу проводят уже вечером 13 октября, а утром 14 числа обычно читают литургию. В Барановичах праздничная служба прошла в Свято-Покровском соборе. Возглавил ее епископ Пинский Лунинецкий Георгий. На праздничное богослужение прибыли глава города Михаил Баценко и председатель райисполкома Сергей Карпенко. Им вручили традиционное угощение – покровский каравай. По окончании литургии было совершено молебное пение Пресвятой Богородицы. Затем епископ обратился к молящимся со словом, в котором рассказал об истории и значении праздника. Божественная литургия в этот день отличается особой торжественностью. Во время богослужения священнослужители верующие возносят хвалебное песнопение Небесной Царицы. Прославляют ее покров, который подарил людям защиту от смертельной опасности. Во время богослужений в этот день священники облащены в голубые одежды. Согласно преданию, Богородица явилась молящимся в храме в Константинополе в 910 году. Царица Небесная раскинула свой сияющий амафор над верующими в знак заступничества. Когда Богородица удалилась из храма, ее покров стал невидимым. Но в храме еще долго оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей. Это стало чудом, поэтому верующие просят Царицу Небесную заступиться за них перед Господом. Православные христиане всегда свято чтили традиции предков, поэтому на покров при Святой Богородице обращали особое внимание на запреты. Общеизвестными правилами запрещалось разносить сплетни, сквернословить, обижать людей, совершать плохие поступки, игнорировать просьбы о помощи, создавать конфликтные ситуации и ссориться на пустом месте. Под запрет попадал алкоголь, не приветствовалось и чревоугодие. Люди сбегали на покров просить взаймы и в долг тоже не давали. Наши предки в этот день не брались за физическую работу. В целях стабилизации обстановки на дорогах страны в выходные дни Госавтоинспекция примет дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» отработают районы с наиболее напряженной обстановкой. ГАИ просит уделить повышенное внимание безопасной перевозке детей и проезду пешеходных переходов. Анализ аварийностей свидетельствует об увеличении на дорогах республиканского и местного значения количества ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. За последние три недели на дорогах страны совершено 10 таких ДТП, в которых 15 человек погибли и 8 получили травмы. В связи с этим по всей стране сотрудники ГАИ будут усиленно контролировать соблюдение водителями скоростных режимов, правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В разгаре грибной сезон. Ежегодно в Беларуси регистрируются случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением этих продуктов. Как избежать неприятностей, рассказал специалист из Зонального центра гигиены и эпидемиологии. В самом разгаре сезон сбора грибов, а значит и повышенного риска отравления ими. Любителям тихоохоты следует быть осторожными, так как помимо собственно ядовитых грибов, отравления могут вызвать и условно съедобные, и даже съедобные грибы, которые произрастают в экологически неблагополучных районах. В результате они накапливают опасные вещества. Первые симптомы отравления грибами появляются уже через 6-10 часов после употребления в пищу. Это общая слабость, боль в желудке, тошнота, рвота, жидкий стул возможен. При тяжелом отравлении отмечаются обычно на вторые сутки сильные головные боли, желтушность кожи, увеличение печени и селезенки, возможно судороги и потери сознания. А в случае, если после приема грибов у кого-либо в семье появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта, не следует полагаться на домашние средства. Поздно начатое лечение на вторые и пятые сутки в большинстве случаев остается безуспешным. Поэтому при любом подозрении на отравление грибами обязательно обращайтесь за медицинской помощью. Следует помнить, что грибы могут быть источником очень тяжелого заболевания – батулизма. Его возбудители содержатся главным образом в почве. Из нее они попадают на грибы. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, то и на их поверхности вместе с мельчайшими частичками земли могут казаться и возбудители батулизма. Домашняя пастеризация их не убивает, а условия в герметично закрытых банках без особо кислорода благоприятны для развития них микробного токсина, опаснейшего для человека – ботулотоксина. Чтобы избежать заболевания батулизмом, надо очень тщательно очищать и промывать от остатков земли, предназначенные для консервирования грибы. Причем они должны быть свежими и доброкачественными. При сборе даров леса существуют общепринятые правила, которые позволяют не только новичку, но и опытному грибнику избежать возможного отравления. Собирайте только известные грибы. Не срезайте их вдоль автомобильных и железных дорог. Заготавливайте впрок только молодые грибы. Перед отвариванием тщательно вымойте грибы от частичек песка и почвы. Воду обязательно слейте не менее двух раз. Не приобретайте грибы в неустановленных местах. В Барановичах состоялось торжественное чествование трудовых династий «Судьба дороги в судьбе людей». Мероприятие прошло в рамках празднования 160-летия Белжида и Года исторической памяти. Как рассказала начальник сектора идеологии и социально-культурной работы Барановичского отделения Илона Половинкина, в нем приняли участие 18 команд, которые представили видеопрезентации о своей биографии, а также организовали выставку «Семейная реликвия». Семья Мазюки из Барановичского отделения Белорусской железной дороги признана старейшей династией. Общий стаж работы ее представителей насчитывает 440 лет – 4 поколения. Почетное звание династии одной профессии признуждено также нашим землякам – семье Ширченко. Это 11 работников путевого хозяйства, которые 312 лет посвятили Белорусской магистрали. Номинация «Преемственность поколений» досталась команде из Могилева. Всем были вручены почетные дипломы, памятные подарки и сувениры «Фамильное дерево». Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова